Это как раз тот случай, когда жизненный опыт помогает ответить на любой вопрос. Сегодня члены Совета ветеранов Центрального района города приняли участие в интеллектуальной игре. Ее организовал молодежный центр НУР в преддверии 70-летия победы Великой Отечественной войне. Тему выбрали, конечно же, военную. В данном случае возраст как раз таки не помеха, шутят участники интеллектуальной викторины. Мудрость окопится годами, так что еще и молодым фору дадут. Тем более, что вопросы касаются именно Великой Отечественной войны. У каждой команды есть свой капитан и название, в котором отражен боевой настрой. Так, например, за победу боролись молодая гвардия, ночные снайперы. Всего 8 команд. Выбираем тему. Давайте споем на четверочку, да? По очереди команды могли выбирать тему и стоимость вопроса от 1 до 5 баллов. После того, как ведущая озвучивала вопрос, у ветеранов, как и у профессиональных знатоков, была лишь минута, чтобы определиться с ответом, записать его на листочке и передать организаторам. Несмотря на то, что в этой игре 4 категории вопросов, среди них есть одна, которая пользуется наименьшей популярностью. Это техника, так как среди участников в основном женщины. Есть только два ветерана, и то оба они в одной команде. На вопрос, готовились ли участники к викторине, ответ однозначный. Незачем, да и некогда. Ведь в Совете ветеранов работы хватает. Не готовимся. Рассчитываем на прошлые знания. Особо так не готовимся, честно. Некогда, некогда. И пляшем, и поем, и выступаем. Честно говоря, дома не живем даже. Чем ближе памятная дата, тем чаще ветеранов приглашают на различные мероприятия. Иногда это концерт, а вот сегодня интеллектуальная игра. У нас уже игра не первая. В Нуре нас девочки собирают очень часто, и мы с удовольствием ходим на эти игры. И сами организовываем тоже. На этот раз одной только викториной мероприятие не ограничилось. Всех ждал чаепития с пирогами. За общим столом уже общаться будут не по командам, а все вместе. Егор Орлов, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны.